Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! С вами Владимир Добров, и мы разбираем основные моменты 7 и 8 партии матча на первенство мира. В 7 партии Магнус Карлсон имел белый цвет. Напомню, что после турнирного экватора счет был равным, а именно счет 3-3, без побед и поражений. И было крайне интересно, что же заготовит нам Магнус в этой партии. В этой партии сценарий шел по уже известной четвертой партии матча, а именно в ферзовом гамбите соперники пытались искать счастье в варианте ферзь А5. И Магнус усилил игру ходом конь Д2. Конь Д2 ход не нов, идея конь Б3, то есть разменять коня на слона. И Карлона парировал достаточно логичным ходом ферзь Д8. Логичным, но не самым популярным, далеко не популярным. Ход достаточно интересен. Одна из идей просто установить контроль над центром дополнительно, так как конь ушел на Д2. Но дополнительные еще моменты были следующие. Конь Б3, достаточно разумный ответ. Слон Б6. Также можно было сыграть и слон Д6, пытаясь таким образом разменять чернопол. Белый, скажем, могли продолжать ходом слон Ж5. Слон Е5. Возникала достаточно интересная позиция. После слон Б6. Магнус не нашел ничего лучше, как сыграть слон Е2. Напомню, что здесь было несколько продолжений. Скажем, ход ладья Д1. Или даже агрессивная длинная рокировка. Но ни тот, ни другой ход не давал чего-то конкретного. Взамен даже возникали достаточно сложные и, может быть, даже опасные контр-игры. Скажем, после длинной рокировки черные могут перестраиваться путем слон Д7, ладья С8. А в случае ладья Д1, черные могут играть как Е5, слон Ж5, Д4. Так и даже не реагировать, играть ферзь Е7. Но это уже следующий момент, пока мы не будем его затрагивать. В партии последовал аккуратный ход слон Е2. Понятно, что никто не хочет искать каких-то осложнений в дебюте, в том числе. И Магнус сыграл крайне аккуратно. Ферзь Е7 и слон Ж5. Таким образом, цепляя связкой своего противника. ДС. Черные должны немножко обезопасить себя в центре. Конь Д2. Конь Е5. Очень хороший централизующий ход. Опять-таки черным остается совсем чуть-чуть до окончания развития. Рокировка слон Д7. И, по сути дела, в этой позиции белые могли попытать счастье ходом конь Е4. Ничего другого в партии интересного, сбегая вперед, не было. Но здесь мог возникнуть следующий вариант. Ферзь С3. Конь Бет Е4. Конь Бет Е4. Ферзь Е5. Ну и, скажем, черные могут играть как ладья А на Е8, так и даже ферзь Ф7. Лишаясь всяких проблем. Но такие вот совершенно фантастические варианты существуют в шахматах порой. Ну, как мы видим, ничего сложного здесь нет. Особенно для таких топовых шахматистов. По большому счету, черные легко уравняли. А именно, Магнус не нашел ничего лучше, чем пойти слон Ф4, слон Ж3. И после слон С6, конь С4, слон С7. Фигуры уходят с доски крайне быстро. Мы видим, практически все выменивается. И идет все к ничейной, как говорится, плывет к ничейной гавани. Так оно и произошло. Аккуратными ходами черные еще здесь фиксировали вот это вот равенство. Ну и ничего, по сути дела, интересного дальше нас не ожидало. Возник такой вот мертвый ничейный геншпиль. И после повторения партия завершилась в ничью. Во второй партии Фабиано уже играл белыми. И вот здесь, пожалуй, был один из основных моментов, в котором были шансы. А именно, был шанс забить в пустые ворота. Фабиано начал, опять-таки, ходом Е4. И после конь С6, все уже в ожидании Россолима. Думали, что же на этот раз заготовит Фабиано. Но Фабиано на этот раз оказался принципиальным. И сыграл в Д4. И после, опять-таки, принципиального варианта Свешникова, как и предполагалось, конь Б5, Д6, последовал ход конь Д5. Ход достаточно ядовитый. По сравнению с ходом слон Ж5, при котором чаще всего возникают какие-то форсированные сложные варианты. после хода конь Д5 возникает именно структурная жесткая борьба. Периодически на нюансах. Конь Б8. Другое продолжение. Это ход конь Е7, ранее встречавшийся в партиях. Ну, конь Б8 является таким основным столпом. А4. А4. Одно из также ядовитых продолжений. Существовал ход еще и С4. Но мы сейчас не об этом. После развития конь Д7, слон Д2. Возникла достаточно редкая позиция. Белые делают ставку на зажим на фланге. То есть слон Д2 помогает пойти А5, поджать, так сказать, противника на ферзевом. При случае слон может выскакивать на Б4. Черные сыграли Ф5. И после А5 пожалуй, возникла одна из таких вот критических позиций, в которых в которой Магнус отреагировал крайне неудачно. И если ход А6 еще оправдать можно, то после хода конь А3 Магнус сыграл крайне неудачно. Сыграл Е4. Ход оказался очень опасным. Конь С4. И в этой позиции для черных полагаю лучшим решением был ход Ф4. Ну и в этом случае белые могут продолжать ходом слон Б4 имея прекрасную позицию. Ферзь после хода конь Ф6 централизуется и позиция крайне опасна. Черные пешки никуда не идут. А собственно говоря тогда не идет абсолютно ничего. Ну после конь Е5 именно так последовало в партии Фабиану пошел конь Б6 ладья Б8 и сыграл Ф4. Ход достаточно классический. Таким образом заставляет черных побить на Ф3. И после слона Ф3 последовал пожалуй самый главный самый главный неточность наверное решающий может быть даже ошибка можно назвать это ход Ж5. Ход не только ослабляет короля но и позволяет белым добиться совсем простой игры которая в общем-то и случилась в партии. А именно С4 теперь мы видим что пешки ферзевого королевского фланга двигаться дальше не могут то есть Ж4 просто возвращается на Е2 ферзевый фланг заторможен и белые имеют крайне простую игру именно связанную с ходом слона С3 и продвижением С5. Не знаю что имел ввиду Карлсон но одна из ведущих ныне программ на суперкомпьютере показывала уже позицию как крайне тяжелую для черных заоблачные плюс 2 для белых в этой позиции являлось крайне забавно и так после Ф4 Магнус ничего не нашел лучше чем сыграть Ф4 слон С3 слон Ф5 здесь Карлона имел уже целый час времени то есть лишнего то есть имел фору тому как Магнус думал думал но ничего не придумал и Карлона использовал это время для того чтобы сыграть С5 С5 абсолютно правильный ход по сути дела решающий ход и после КНФ3 Ф3 ДЦ это форсированные ходы можно констатировать что в этой позиции Карлона имея очень много времени на обдумывание не нашел достаточно простого решения которое полагаю в нормальной ситуации он бы принял он бы нашел не напрягаясь в этой позиции можно обратить внимание что белые делают ставку на мощную проходную также крайне слаб король крайне слаб линия Е крайне слаба линия Е белые могли сыграть Ж4 Ж4 очень жесткий ход в этом плане то есть таким образом слон на Ф5 чувствует себя неуютно либо он уходит тогда слабляется критически поле Е6 скажем после ладья Е1 ладья просто врывается на поле Е6 и это конец то есть ладья может находиться на этом поле вечном также и после ФЖ Ферзбир Ж3 можно увидеть что белые доминируют в этой позиции ни одна из фигур черных не ходит в случае слон Д6 блок сбивается ходом слон Е5 и черный король гораздо слабее своего Лизави но так не последовало последовал ход ладья Д1 ход еще вполне хороший и крепкий опять-таки возобновляя угрозу Д6 черные вынуждены блокировать и в этой позиции белые сыграли крайне отвратительно а именно сыграли Аш3 не знаю с чем был связан ход Аш3 думаю что только с волнением только волнением можно объяснить подобные ходы от топовых игроков и этим моментом как раз таки Карлсон и воспользовался он успел перевести ферзя с плохого поля Д8 на поле Ж6 таким образом ликвидируя всяческие угрозы и белые Фабиано уже ничего не смог найти ничего лучше чем поменяться на Д6 и пойти Аш4 таким образом забыв о каком-либо перевесе после форсированных разменов опять таки мы видим что происходит размена возник равный Эншпиль которым игра долго не продолжилась ну и что можно сказать значит да вот в этой позиции после ладья Ж5 последовало соглашение на Нищу да более откровенного шанса на победу в этом матче пока не было то есть даже если сравнивать с первой партией эта позиция была совершенно выигранной у Каруана но счет по-прежнему равный нас ожидают решающие сражения осталось всего 4 тура и будем надеяться что все-таки мы увидим забитый гол с вами был Владимир Добров играйте в шахматы всего доброго 3 2 2 4 3 3